Лейтмотив золотой осени 2024 кадровые проблемы в сельском хозяйстве. Молодежь неохотно идет работать на землю, несмотря на разные формы поддержки. Однако вопрос медленно, но верно решается. В Мордовии, например, средняя зарплата у работников отрасли составила больше 60 тысяч рублей. Это вполне реальная цифра. А для того, чтобы изначально заинтересовать подрастающие поколения сельским хозяйством, Мордовия вступила в пилотный проект Минсельхоза России по созданию агроклассов. Более 80 агроклассов в этом году у нас было создано, если я сейчас не ошибаюсь, 48 школах республики. И будем продолжать эту работу. Мы продолжаем работать с точки зрения предоставления субсидий и помощи для студентов при их поступлении на работу. И с точки зрения определенных доплат стипендиями, с точки зрения подъемных и доплат уже работающим специалистам на селе. В Мордовии отмечено на золотой осени не только медалями. Михаил Мишустин назвал 13-й регион в числе самых быстро растущих по объемам экспорта продукции. Плюс 29% к прошлому году. Результат действительно впечатляющий. Еще один показатель тоже очень важный, поскольку вместе с нашими аграриями мы работаем над главной задачей. Это обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Так вот, продовольственная корзина в нашей республике на 18% дешевле, чем в целом по России. Поэтому нам есть что показать. Правда, в этом году Михаил Мишустин так и не дошел до мордовских стендов. Зато министр сельского хозяйства России оценила разнообразие прилавков. Вместе с ней мордовские хлебосолы порадовали и других федеральных чиновников. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.